Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Если подписаны, проверяйте колокольчик, ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте видео. Советский российский актер театра и кино и телевидения Андрей Дубовский скончался 1 октября. Об этом только что в своем фейсбук сообщил коллега-артиста актер Завадюк. Дубовский родился 15 августа 57-го, окончил ГИТИС. В 87-м годах актер Центрального академтеатра Советской армии. В 88-м принят в труппу театра имени Пушкина. На экранах 79-го «Ватага», «Семи ветров», «Маленькие трагедии», «Любовью за любовь», «Город над головой». Популярность пришла к актеру в 87-м с ролями Ставриади в детективном сериале «Визит к Минотавру» и лорда Джулиана Уэйда в «Одиссея» капитана Блада. После «Мелезима» в «Тайнах дворцовых переворотов», «Страна глухих», «Графиня де Монсеро», «Первая любовь», «Палата номер 6», «Другие». Крест на карьере актера поставил инсульт, который Дубовский перенес в 44 года. Артиста парализовало. Большую часть времени он проводил в кровати, едва сводя концы с концами. К слову, недавно от сына Константина Глушкова все узнали о смерти его отца. Печальную новость он сообщил в соцсетях. Он умер в ночь с 24 на 25 сентября. Мужчине шел 57-й год. Сын также сообщил о том, что актер сериала «Универ» скончался в больнице, куда его привезли на скорой помощи. Тогда, из-за тяжелой ситуации, мужчину отправили в отделение реанимации, где у него остановилось сердце. Только после того, как родные уже пришли в себя, они опубликовали пост, где подробно рассказали о прощании с отцом. Его похоронили на Албышевском кладбище в Зеленограде. Сейчас семья испытывает трудности, поэтому любая помощь пригодилась бы в это тяжелое время. Дорогие друзья, коллеги, родственники, как вам всем известно, в ночь с 24 на 25 с нами не стало моего папы Глушкова Константина. «Буду благодарен за любую финансовую помощь на организацию похорон», сообщил сын. Поклонники уже успели выразить свои соболезнования в соцсетях. Добили Константина постоянной перегрузки в съемках, вследствие чего он получил сильнейший инфаркт, после которого стал практически инвалидом и не смог больше сниматься. Но и эта шумиха вокруг его личной жизни привели к тому, что сердце его не выдержало. При жизни актер гордился сыном, своим достижением считал то, что пытался его не разбаловать. О воспитании он высказывался так. «Кирилл, как и все, отслужил в армии. Когда вернулся, я ему сказал, все, сынок, ты теперь взрослый, сам себя обеспечивай, денег тебе больше не дам». Напомним, Константин Глушков родился 15 мая 65-го в Холмске Сахалинской области. Его отец Геннадий Михайлович Глушков был моряком, а мать Генриета Валентиновна Глушкова – учителем русского языка и литературы. В 88-м Константин окончил факультет эстрады Гитиса «Мастерскую Канделаки», а его дебют на экране состоялся в 91-м в историческом фильме «Откровение Иоанна Первопечатника». Вместе с ним в данной картине сыграли такие известные актеры, как Иннокентий Смоктуновский, Никита Джигурда, Маргарита Терехова. В целом, за плечами у актера было свыше 50 ролей в кино, а особенно активно он стал сниматься в 2000-х. Знаком массам он стал после роли провинциального криминального авторитета Сафрона Алексея Викторовича Сафронова в сериале «Мент в законе», в котором он играл во всех сезонах. В целом, режиссеры с удовольствием приглашали талантливого и фактурного актера на роли врачей и адвокатов, чиновников и военных, милицейских начальников и криминальных авторитетов. Таким образом, в разного рода телесериалах он сыграл разноплановые роли. Наиболее яркими работами актера можно назвать сериал «Зверобой», военный фильм Август 8, сериал «Легавый» и «Марина Роща», «На углу патриарших», «Мент в законе», «Столица греха», «Фурцево» и прочее», а также историческая лента «Страсти по Чапаю». Проявлял он себя и в качестве сценариста, работая над такими знаменитыми сериалами, как «Проклятый рай», «Наркотрафик», а также «Боевиком спираль» и документальных фильмах о композиторе Евгении Мартынове к 250-летию малого театра. Не обошлось и без наград. В 98-м детская телепередача «Лука Морье», автором сценария которой был Глушков, получила престижную награду Тэфи. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok